Лишнее вещество выдавим с холста, выдавим и на... Хорошо набрала, организовала пространство, все сделала умнично. Мазочки экспрессивные. Прямо композиция отличная, да? Уже кажется. Да? Теперь действительно будем брать. Пальцами напускать настроение розовые, оранжевые, зеленоватые. То есть сначала создадим вот эту игру. Уже у нас появится, да? А масштабность не бы понять. У нас основной цветок какого размера? Ну, по высоте вот так. Ну то есть вот примерно вот такое будет, да? А уже потом будем... Я сразу анонсирую, чтобы было хоть немножко понятно. Подтирать будем. И светлые вот эти партии будут приходить на подтертое. Уже без особой густоты. Так, чтобы все-таки мочь. Чтобы оставлять ресурс на еще добавить. Насыщаешь содержанием. Некоторые лепестки будут становиться более читабельными. Уже не профили, а как бы почти фаз. Смотри. Согласны? Вот такие прямо ушки медвежьи. Если это не так, потом соберем, да? Естественно. Мало того, у нас концовка может пройти по вот такой схеме. Когда мы все наполним этим воздухом. Можем даже сейчас вот анонсик такой. Смотри. Вот даже сам ритм этих... Посмотри, посмотри. Как он уже создает, да? Красивость и воздушность. Ну давай. Что-то оставил, да? Что-то уже оставил. И ты могла бы на это как-то ориентироваться. Вместо этого ты берешь цветок, который я тебе оставил. Для того, чтобы делать свои. Вот. И образец исчез. Понимаешь? А тебе же нужен образец. Да. Так что ты, пожалуйста, там, где я поковырялся, не говоришься, а говоришься там, где я еще не говорился. Понимаешь? Красиво. Очень технично. Умачиваю. Это ты после меня сделала, да? Идеально. Слушай, какие они. Ну вот эта часть вообще, да? Это же уже картина. Смотрим? Ага. Причем какого-то французского художника. Чистого белого. Вот там нет ни одного вот такого цвета. Смотри. И именно это тебе и поступило. А сама берешь чистый белый. Нет, не хочется. Цвета не хватает. Не-не-не. Цвета не хватает. Так цвет он в желтости, а не в белости. Шестеренку рисовать не надо. Это шестеренка. Чтобы оно не было шестеренкой. Чтобы оно не было шестеренкой. Где-то должны быть два листа собраны в единое. В единое. Где-то отдельный лист торчащий. Понимаете? Тогда не будет шестеренки. И не забывай про желтый, оранжевый мотив в лепесках освещенных. Постарайся, чтобы все твои прикосновения были похожи не на... Не на... Не на... Вот эту. А на мазок. Все прикосновения должны стать похожими на мазок. И короткие, и большие. Все должны стать мазками. Скажем, вот наши коротыши. Это тоже, смотри, мазочки. Хорошо? Давай. Таким пальцем можно было, покажи. Ну, покажи. Смотри, что. Вот здесь вот так вот. Вот куда мы нашим пробуем. Вот здесь вот так вот. Вот здесь вот так вот. Ладно. Смотри, значит, в основном... Хорошая рабочая площадка у нас вот у этого пальца. Моделировательного пальца. Как бы мужского пальца. Подтираем, если что, опять же. И смотри, целый ряд движений. Целый ряд движений. Не отпуская пальца от холста. Пальц больше лежит к холсту, нежели чем торчит к холсту. Тоже это заметно, да? Больше лежит, чем торчит к холсту. Имей в виду, когда будешь набирать. Заусенеца пальца тоже вон умеет что-нибудь. То есть слишком много одиночных. Причем вертикально к холсту. Перпендикулярно к холсту. Устроенных чепухнёвен. Посмотри. Когда не отлагая руки от холста, Получается целый ряд. Посмотри. Вместо вот этого. Ну, покажи. Смотри, палец провисает. Смотри, провисает вот так. Все нормально, нормально просто. Теперь надо изобретательнее это делать. Правильно, правильно. Еще раз, смотри. Смотри. То есть изобретательнее движение. Понятно, что первое движение будет сладкое. А потом, как ты уже расчувствуешь этот момент, Ты уже начнешь просто бомбить этими лепестками. Правильно? Вот кашель. А вот то, что называется свет тени. Вот он свет. Вот внятная тень. Опять каша. Ой, это ваше пошли. Я так боялась пробовать. А по-моему, и твои уже какие-то были доработки. То есть внятная разделенность на свет тени. На светлой партии больше. Кладу на край. Нагоняю, нагнетаю вещество на край. Отпускаю палец. Появляется вот эта даже толщина лепестка. Опять же, еще раз этот эффект. Смотри, как лист прямо торчит оттуда, да? Ну и нет этого эффекта шестеренки, о котором мы предупреждены. Нагоняю. Тоже нет свет тени. Смотри какая там выразительная темнота, а ты побоялась ее. Вот такая аж темнота. Причем за ней там уже темнота зеленого. И вот они друг друга отделяют. Здесь цветы, которые ты тоже почему-то не дозала. Вот здесь цветы. И так у нас с тобой еще впереди вот эти действия, которыми тоже можно чуть-чуть дополнить. А мы потом не трогаем, да? То есть мы не растушевывать будем, мы сейчас укладываем. Будем смотреть. Может быть для них целую кисть задействовать. Ну, чтобы одна была для синих, другая для зеленых и прочих. Руку-пи-пи-пи-пи. Руку-пи-пи. Продолжение следует... Прикольно? Да. То есть появился темный каркас в картине, да? Которого не было. Но как теперь работать над этим каркасом, чтобы он не сношился? Вот так вот. Ну просто, да, стараться не зря. Для синего завести себе кисть. Помнишь ты, да? Чуть-чуть что? Синенькая. Ну только не синий, а в сфере таринки, да? То есть надо создать условия на палитре, создать лужицу для синего. Согласно? Согласно? Нет, не только зеленый. Вообще подбрасываем воздух в картину. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот на плоскость Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok